я счастлива меня просит сама рада русский теперь ты тоже хочешь с ней дружить ну да не хочется дружить но не потому что она хорошо красить просто как человек я не с кем не дружу очень боялась на все меня в живую видят всем так нравится что со мной все хотят и обниматься поэтому я всегда делаю так на камеру кружки обязательно крась потому что здесь я уже раскладка вызывала там сигнал не доволзит наверх скажет как интересно потом были смонтированные серии про себя смотреть для меня это страшно если честно даже не сколько страшно сниматься сколько страшно потом это все смотреть чего тяжело в этом плане ну да но я очень долго привыкала к себе на экране к своему голосу а тут там вообще я не играю максимально такая есть ужас это ужас обычно когда смотришь там же какие-то задачи режиссер ставит а тут задача будь собой скажет самое сложное для же самое сложное да ты знаешь что личный бренд на эту массу да лично бренд это человек который никого из себя да-да-да невозможно все время кого-то себя заображать ты можешь вот не консуточно только как есть иначе ты помрешь иначе через день или ближе я лично считаю что преступление красить твое лицо ну то есть твой мэйк это но мэйк 100 процент линию вот все что ты видишь на себе это почти твой максимум сейчас сделаю и дальше и даже ресницей вот это единственное что эти трону не верхняя часть и нижняя просто у тебя интеллектуальная красота ты знаешь это лицо для рекламы селин мировое лицо очень редко очень умная взрослая обидно обидно то есть в тебе вот этот эмоциональный интеллект понимаешь он фактуре есть но когда вижу вот эти работы в ешелых и зажистов вот эта прилизанная коровка знаешь сверху вот этот вот микрохудря снизу и какая-то коронка из магазина сын нет меня просто ну то есть у тебя лицо сильнее понимаешь джилл сандер 12 stories то есть тебя легко чувствовал stories бы знаешь девчонки пофоткали потому что я помню времена когда я их красила вот этот знаменитый ньют вот это мой фирменный стиль то есть учитывая что я у истоков визажа россии то есть я этим занимаюсь там с 18 лет сейчас мне 39 20 20 с тех пор как я начала и вот знаешь когда в россию пришли эти хрустящие макияжи запада потом пришел то дубай стайл и до сих пор он очень модный я все равно гнуло типа вот супер не то есть здесь очень хорошая моторика здесь очень тонкие текстуры здесь не контрастно здесь чисто аккуратно носили надо то есть в принципе у тебя покрыто все да но это никогда не увидит не увидит глаз в текстуре то есть я даже брови тебе мягче сделала чем ты привыкла то есть у тебя вот этот контраст что такое контраст контраст это просто признак плохого вкуса то есть не развита это тело вкуса еще не развита чем сильнее у тебя утончается вкус тем чище у тебя будет вкус на макияж и вот этот идеальный нюд с хорошей подложкой которые питают в коже да места и это очень круто я думаю что если мы ко второй части сезона подойдем то что сделаю я сетях факты три у вас сильно классическая европейская ситуация идет в аркуте в жизни или мы начинаем наращивать загущение потому что ты публичный человек я хорошо вот или выберем вот это все и рубаем это в супер короткое коре которое ты носишь всегда вот так и всегда делаешь акцент на по-моему ты похожи на саджекса делаем акцент на серьги просто у тебя очень да шея у тебя вот это место очень красиво то есть вот такого места видишь жесткий переход резко входит шеи и резко выходит очень красиво твое коре должно быть короче акцент на серьги ты взяла кстати свои серьги да взяла и те и другие вот и как выглядят андулянцы это когда тебе делают вот эту вот волнушку да на эти на заколочки просто заколочки больше улыбок больше эмоций вот отлично еще выпусти эту злость каю еще делаю превосходно идеально я догадывалась что такая но никто меня такой не делал никогда это было жестко оля тролль вот это вот офигенно вот это хорошо вот он вайп пошел настроилась вот этот кадр это лучшее что есть в россии ты пойми что максимум что делает твой род в этой жизни он говорит критику всем зона лайфстайла не предполагает никакого контроля ты шамар том чтобы губы были открыты и да хорошо хорошо а ты сама по себе какая-то движевая такая типа ну да ты такое хочешь сегодня будет такой движевой ну да да такой портфолио ведущего да вот это вот так отлично ну давай покрутим на этот костюм не для ведущего хотя давай куртку вот по закидываем ее больше улыбок больше эмоций вот отлично еще в зеркало посмотри вот с улыбочкой давай раз два три поехали вот снесла меня курткой практически только что вот отлично шутки заходят это хорошо во 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 улыбнемся чуть-чуть слегка немножечко на меня поворачиваем голову наклон делаем сюда вот хорошо улыбнемся посмотри в зеркало зеркало отлично вот так ничего не меняй я предлагаю взять какой-нибудь стульчик нужно сесть и закинуть одну ногу сюда до вы оставить здесь вот так отдавая куртку пока возьму нужна дать чтобы не это может не получиться и это будет нормально сейчас присядь вот хорошо смотри правую ставим на носок и коленку чуть-чуть сюда влево вот-вот широко садимся да и сейчас посмеешься на меня вау все жизнь игра модель меня одна учила так как бы выдыхать да ну я проходила до моделинг фотопозирование классно теперь голову влево да чуть-чуть и теперь снова тот же самый прием а то очень очень непостановочная фотография до правая нога еще сюда вот отлично да подбородок тянем к свету хорошо не так сильно не дать ему голову еще влево поворот да да отлично все вот так пока зафиксируемся постоим ничего не меняем теперь на меня в кадр до дыши шартом смотришь на меня это прям релакс такой вова ва хорошо хорошо вот так все готов работаем вот еще да 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 прям можно позлее еще выпусти эту злость в кайф еще делаю превосходно идеально и еще правым прям вот доверни было первое что с тобой смотрим контрастно не контрастно то есть если мы сейчас соберем те волосы сделаем вырез да они просто вот на теле уже все окей а так конечно вот это и не все же самое когда мы будем с тобой одевать жакет ты просто смотришь да то есть почему все хочу присутствует должна среагировать должна в момент понять этого да или это не то есть мы одеваем жакет ты можешь это примерить и быстро проанализировать понимаешь то есть мне нужно чтобы это вот с тобой было вообще не всегда гордя жена в секунду даже я вот не могу понимать другому потянуться потому что я вот сейчас одену белые тапки вот смотри вот тоже видишь вот человек неконтрастный видишь и чтобы ты не покупала это точно так же работает но и как ты сочетаешь потому что да вот эта фактура как только здесь появится что-то громче весь твой интеллект сотрется просто в черную подножку вот все смотрит то есть когда мы смотрим о контракт люди всегда на что смотрят лицо да поэтому все что здесь мы постараемся минимизировать если у нас будут босоножки внизу ничего страшного на голое тело промежа вот так давай сделаем высоноги помажем тебе вуальтой ножки и будет супер хорошо супер секс шоу о он катается вот кайф покатаешься нам же жизнь надо поснимать да покатайся да подвинились очень такое я удивилась что он катается мнение все да 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 но при этом надо поулыбаться что-то такое вот поделай да подурачься вот отлично еще 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 не скупись на эмоции молодец а теперь давай прям ляжем на диван головой туда да ногу одну вот тоже ну давай ложись я скажу что делать вот подожди развернись чуть на меня куда еще прямо на плечо вот руку вот так оставь чтобы да чтобы туда не проваливаться заводи еще правое плечо на меня ногу левую просто просто вот так вот вдоль сделай их обе обе ноги вдоль да вот и теперь одну вот так подогни к себе да и коленку сюда вперед все да и стопы расправлены все все легко лежишь отдыхаешь на чили отлично посмотрим сюда до взгляд еще доведем туда и голову тоже доведем прекрасно все лежим чилим идеально делаю еще блин вы видели катя какая хорошенькая вы из майка мы сегодня с ней пьем чай в гостинице она говорит я в этой куртке я может быть это вот кожаный пидж на мне лучше говорю слушай ты сидишь богачка реально это сразу с первого взгляда видно что вот эта форма такая необычная что это однозначно выдает эту роскошь не на бомбер видно что куэшн реалити это ты выступаешь ролевой моделью которая людям говорит правду о чем-то скажем что это очень тяжело вот скажем а тебе надоел дневник почему я вообще считаю что это ну пустая трата времени предневник ну не знаю либо формат какой-то надо поменять либо сразу уже записывать вот эти впечатления но можно любую плану придумать ну когда ты говоришь это не в камеру а вот кому-то как смешно обхохочешься а Руки, давай ты сядь удобно, но руки расслабишь. Можешь ноги еще сюда ко мне, то есть еще раз вернись, вот, вот, вот. Вот, хорошо. Корпус чуть ровнее, да. Так, самое главное на съемке это руки. А ты можешь как-то вот так держать свой питш, типа знаешь. А возьмись за него. Вот. Вот так хорошо. Молодец. И спина ровно. Вот. Голову ниже. Раз, два, три. Делаю еще. Раз, два, три. Молодец. Молодец. Влево поворот головы. Взгляд туда же. Молодец. 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 Наконец за даем синтез. И в этом потоке это будет впервые. Поэтому я надеюсь что даже если вы уже проходили и вы хотите еще глубже я всегда повторяю что можно как английский учить бесконечно до конца жизни становясь все более и более опытным юзерам. Вот эти подходы спиральной динамики переносятся абсолютно на все У меня прям хорошее зеленое дно Да я годы потратила, чтобы отказаться от сахара Никакого смысла в этом не было, я просто потратила время И точно по этому же принципу можно поменять все И вот спиральная динамика, она же только про внутреннюю зрелость Это такой оранжевый подход к задаче Первое, что мы делаем, мы перекрашиваем обычно спальню И вот в этом домике 100% все нуждаются И человек начинает резко, просто за месяцы эмоционально вырастают И повезет тем, кто купит наши ключи, живой поток Вы еще получите вот такой мега развернутый диалог О том, что важно, что кардинальным образом, без революции Сможет интегрироваться в вашу жизнь и изменить ее Если вы хотите пойти вот в этот синтез, да То есть у нас сейчас был оранжевый сезон И мы тоже очень-очень уже хорошо проросли в более зрелое, да Какое-то эмоциональное состояние И вот в этом потоке живом мне хочется пойти в этот синтез, во-первых А во-вторых, это очень-очень горизонтальный будет запуск То есть я прекрасно вижу, сколько было зрелых людей в первых запусках И сколько приходит сейчас И, конечно, мы хотим усложнить материал И у нас уже выросли собеседники в вашем лице Поэтому всех вас жду на живом потоке Давайте еще раз, давайте глубже Давайте учиться думать, давайте эмоционально взрослеть Потому что сейчас, конечно, женщины — это те, кто двигают мир Те, кто двигают прогресс Те, кто работают над собой, эмоционально растут И становятся той новой волной Креативной, красивой, эстетической реальности Которая нас скоро будет всех окружать Именно благодаря вам Все, до встречи Всех люблю Люди, к сожалению, не обладают емкостью Я могу им отдать все знания Они их взять не могут Что сложного? Это правда Я вам все рассказала 300 раз 300 раз? Возьмите все, что хотите из этого И идите делайте с этим Что сложного взять вот эту элементарную емкость? Нет приемчика Приемчик как-то принимает Ну, я имею в виду встроенного Мне нужно, чтобы у людей была концентрация Потому что концентрация — это глубина емкости Если она есть, я могу туда вот этот софт загрузить Платно-бесплатно, а что пофиг Это не какая-то там термоядерная динамика Знаешь, где нужна формула, еще что-то Мне кажется, для женщины это съедобный контент Просто вот я там пять лет убила на спиральную динамику Так я ее до сих пор изучаю То есть я прямо иногда сижу, там какие-то таблицы Ну, что-то новое раскрывается Ну, конечно, я там, не знаю, в какую-нибудь ситуацию попала Всех изучила и такая Ага, эти в этой ситуации ведут себя вот так Ни хера себе У меня недавно была с фиолетовыми разборка Я усыкалась от смеха Мне человек за 50 лет на серьезных щах говорит У меня же дети Одному из них 33 Я говорю, какие дети? В смысле дети? Где дети? Я стесняюсь спросить Я такая, боже Как бы, то есть, например, у фиолетов У них не проходит То есть вот они умрут И только с этим закончится понимание, что я ж мать Вот до момента смерти Это их ведущая линия Я, например, каждый день в доизучении Бесконечно в доизучении То есть я все время наблюдаю Мне интересно И это дает результат Как бы Потому что ты можешь дальше, 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 дальше И куда хочешь пролазишь И чем это хорошо То есть где бы я ни появилась Люди все равно сразу видят мое преимущество Конечно А его же слышно, видно и замерзно Конечно, да Влияние у тебя просто очень сильное Они так быстро очень тоже адаптируются под это И это круто То есть когда у тебя есть софт Я про софт хотела сказать Что, видишь, получается, что у меня харды классные Я их тренила в 40 с лишним лет а софтами На хардах никуда не уедешь А ты хочешь стоя? Мне кажется, надо Не, я хочу начать вообще посмотреть Насколько Оля жесткая А есть любимая сторона? Да, вот эта Все, окей, тогда да Ножку слегка тянем С твоей любимой стороной Да, и все такая вот легкая, воздушная Оля Не настолько Это слишком воздушная Вот, хорошо Хорошо, итак, взгляд на меня Да, голову на меня Правую руку опускаем вниз Да, левая остается там же Итак, раз, два, три Делаю еще Левое плечо назад уходит Вот, отлично, еще назад Да, ногу на носок Прекрасно Голову в наклон в рабочую сторону Не забываем Смотрим на меня Делаю еще Обстаем фронтально Обе ручки вот так Локти чуть-чуть на меня А подбородком тянемся в кадр Это было жестко Оля Тролль 80-го уровня Блин, мы взгляну не сказали, да? Давай, давай Мне нельзя такое говорить А сейчас стульчик дам И попробуем на стуле Что, Оль, как настроение? Отличное Отлично Ты из Питера? Нет Откуда? Москва-Сочи Москва-Сочи? Прикольно Что там, как в Сочи Лето уже началось Там тепло, там и не заканчивалось Кайф А улыбнись Красиво Во, хорошо Да Часто фоткаешься? Нет Нет, не часто? А почему? Не знаю Не хочется? Наверное Своего еще фотографа не нашла Да ладно Да Серьезно? Да Просто не выбирала Да Я думал Сейчас скажешь Все, своего нашла А, конечно Ну подожди Мы еще не вошли в отношения Мало времени Мало Блин Мне нужно всегда побольше Побольше, да? Правую руку просто вниз откинем Да Голову в правый наклон Хорошо Угу Так И сейчас сделаю в полный рост Прям рассядься Да Во, 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 во Отлично Руки просто на ножки Хорошо Голову чуть сюда Локти чуть-чуть вывернем на меня Да Стоп Это много Да Отлично Все, смотрим Класс Делаю еще Молодец Как вообще день сегодня прошел? Отлично Что делала? Я сегодня была на мастер-классе Мы написали картину Где? На мастер-классе? На каком? Академия Штиглица Ааа Понравилось? Очень Еще пойдешь? Ты знаешь, нет Голову влево, поворот Хорошо Вот так Угу И на меня Ой, хорошо А показать, что получается? Давай Посмотреть Чтобы ты сразу сказала Блин, ну это вообще полное, конечно Ааа Главное, чтобы я не была уставшей А ты сейчас какая? Ну не знаю Уставшая? Ну вот на какой-то фотографии Какая-то я уставшая Рука вот эта вот какая-то тяжелая, нет? Тяжелая? Да Мне кажется, она помягче что-то И вот эта тоже Это тоже тяжелая? Да, мне кажется Значит, надо пальцы смыкать? Ну как-то либо формой А вот эта вот Вот эта хорошо Вот эта не уставшая Уставшая, конечно Нет, вот здесь Здесь не уставшая? Нет А вот здесь уставшая? Да Ну ладно, тогда эти удалим Те остальные Ну мне кажется, ты сам знаешь, что делать Зачем мне указывать, да? Не, ну я хочу, чтобы ты понимала Как идет процесс Смотри, плечики фронтальные сделаем Да-да-да, хорошо Голову чуть-чуть Рабочей стороной Хорошо Делаю еще И теперь слегка начнем волосы Вот так поправлять двумя ручками Вот-вот-вот Вот, отлично Теперь просто ровно вот так Взгляд, да, такой тяжелый сделаем Да Что там? Жду, давай тяжелый кадр Да Вот Во-во-во-во Не хочу Ой, Оля, пожалуйста Один раз ради меня Вот Выше подбородок Вот чуть-чуть выше Во-во-во Вау Офигеть Очень круто Это что? Что за тяжелый кадр? Вы издеваетесь надо мной Нет, очень классно Хочешь посмотреть? Давай эмоционал портрет какой-нибудь поделаем Может покривляемся? Да Классно будет Готово? Угу А что делать? Покажи радость Стеснение О, прикольно А может руки сделать вот так вот и И прямо что-нибудь, да, прокричать Прям выше голову Выше, выше Выше голову Раз, два, три Кричи Еще выше голову Еще Еще раз, два, три Молодец Ну вот это классно Молодец Клево Слушай, а пойдем на серенький может быть фон? В этом... Слушай, ну смотри, волосы у меня сливаются с фоном, и у меня вот эта вот челка, и вот форма лица, вот эта, видишь, прям сильно жесткая. Давай... Думаешь? Давай я ее чуть-чуть силуэтом прорисую. Ну или надо что-то бахнуть, чтобы он в график... Ну мне кажется, просит пойти на бетон. Ну пойдем. Вот это очень, видишь... Ну мне черном тоже нравится, потому что... Контрастненько. Ну вот так чистенько. Что-то хочется просто, знаешь, может более шарпанное на нее, потому что сейчас слишком гладко, хочется фактуры. Боже мой, так страшно. Где? Что? А что это у меня с зубом? Где? Вот интересно. С каким? Вот с этим. У меня там вроде бы все нормально должно быть. Ну не смотрим, мы сюда не смотрим, значит я все сделаю. Так, пошли на серый. Так, разворачиваемся ко мне фронтально, с ногами. Да, ноги делаем вот так вот параллельно, да. И правую отводим туда. Во, выпрямляем в коленочке. И левую подводим к ней, чтобы вот так вот было. Стоп. Во, хорошо. И коленочка к коленочке. Во, хорошо, да. Локоть выше. Класс. Хорошо. Делаю еще. Отлично. Руку просто по ноге опускаем правую. И слегка ее приподнимаем. Слегка стоп. Угу. Ноги ближе друг к другу. Шикарно. Вот. Отлично. Кайф. Ножки поставим просто ровно. Да, обе ручки вот так вот. Руки. Вот так, да. Посидим, посмотрим на меня. Отлично. Сделаем в рост. Все, встаем. Встаем сюда. Угу, встаем сюда. Да. Максимально фронтально ко мне. Да, ногу в сторону. Вот. Еще вывернем ногу. Стоп. Да. Прекрасно. Большую рабочую сторону. Хорошо. Пальчики. Пальчики рук. Отлично. Чтобы ручки не были тяжелыми. Помним. Хорошо. Делаю еще. А, передеваемся? Да. Мы размялись. А вот это не будем делать? А что? Подкинуть хочешь? Ну, давай я подкину ей. Стоит так же, как стоял, я подкину. Сейчас. Хорошо. Здесь все хорошо было. Так, ты сделай как-нибудь так же лаконично, как было руки. Нет, они были выше. И на заднем. Что-то. Или так. Расходится. Глазки чуть-чуть вот так широко приоткрыты. Губы приоткрыты. И вот такая легкая, то есть позировка такая. Вот так. Вот. Сейчас скажу. И раз, два, три. Еще разок. Раз, два, три. И еще раз, два, три. Расслабимся, расслабимся. Раз, два, три. Сейчас поставлю еще на высокоскоростную. Секунду. Так. Раз, два, три. И раз, два, три. Да все, там было. Покеш. Да, с воздухом. Вот, классно. Чистенько. Хочешь? Еще вот так. Скажи вот тот, который. Вот, смотри, чистенько. А, класс. Как красиво было. Лаконично, чисто. Супер. И руки аккуратненько все поймали. Как-то, опа. Хочется где-то, чтобы было вот эту. Чтоб объем, да, было? Ну да. Перемычка. Угу. Волосы убирать, да? Сейчас я еще не видела. Давай их просто туда внутрь. Знаешь, как вот эта европейская тема? Заправленные волосы под... С обеих сторон просто их туда пропихни. И будет вообще отлично. Хорошо вот эту линию можно показать. Чуть-чуть сюда. Смещаемся. Еще немножко. Вот так. Сделаю портретную. Вау. Сюда. Хорошо. Ну, это здорово. Сумочку возьмем. Вот это очень хорошо. Средний план тема. Двумя ручками прям... Да, и выше ее. И выше. Вот. Хорошо. Сторону. Локти. Пальцы. Супер. Да. Да. Хорошо делаю еще. Угу. Легкая улыбка. Нет, давай тот вариант доснимем, где она ее зажимает. Потому что сейчас это реклама сумки, а мне нужна человека. Пусть просто, да, там где-то руки будут. Цепочка пусть висит, это все хорошо. Угу. Чуть ее сюда надо. Ее знаешь, как-то хочется вот так, типа, чтобы она просто, типа, есть. И вот это хочется как-то более хаотично. Да, вот так вот золотишко-чуно. Сумка есть. Сумочка имеется. А я еще посадить хочу. Давай. На тот же или вот на... Нет, вот так вот. А, все, я поняла. Вот так. О, вот уже что-то интересное, наконец-то. Отлично. Очень красиво подсвету, пипец. И сумка, хорошо, что есть у нас. Ой, хорошо. Спинка. Блин, как-то странненько. Выше. Окей, спину округляем. Давай вот на ту маленькую. Мелкую шнягу посадим ее. Стоп, сейчас, 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 сейчас вот это сделаю. Спину округляем, руки вперед. Вот. Нет? Вот это вот. А, стоп, глазки не закрываем, смотрим. Что-то есть, но что-то нет. Еще спину сильнее. Давай на... А можно на ту шнягу сесть, интересно? Ну, какое? Вот на ту мелкую шнягу. Да. Все, давай сядем на мелкую шнягу, сейчас я подумаю, как. А с ней очень симпатично. Можно. Так. Да, и ноги покажем. О, прикольно. Подожди. Вот та нога мне не нравится, что открыта. Вот этой мне, наоборот, не хватает. А этой, наоборот, не хватает. Отворачивайся чуть-чуть от нас. Так, все, я поняла, сейчас. Сюда тогда. Вот этой как-нибудь намотать, знаешь, чтобы вот это место, да, закрыть, которое мне понравилось. Все спонтают, но у вас нет. Нормальный воздвиг. Так, а вот с этой ногой что делаем? Открываем, может? И ножку на носок ставим, и пятку ко мне поворачиваем, пятку ко мне. Принципе симпатично. Еще пяточку. Вот. Нет, а от меня. Вот так, от меня. Вот, вот, стоп. Классно. Молодец. Угу. А ту можно на носок поставить? Нет, все. Нет, обратно. А левое плечо чуть назад сделаем. Стоп. Классно. Нужно тебе отражать лишь что-то или одновать? Сейчас посмотрим. Да, без улыбки, без улыбки. Фэшн такой. Во, хорошо. Но вторая нога мне не нравится. Стой, секунду. Сейчас я это искусственно решу. Не двигайся. А может быть как-то так? А вот так хорошо, кстати. Вроде бы да. А вот так хорошо. Потому что тут нет коленки, а там есть. Да. Да, прикольно. Так, отлично. Левое плечо чуть-чуть назад, голову сюда. Да, вот. Да, хочется энергии, энергии, вот это вайба. Сейчас, стой, мне нужен второй. Мне нужно, знаешь, что? Чуть-чуть. Вот хочется вот это куда-то. Так, Тём, вот эту руку куда мне приделать? Вот так, в ремень сюда, да, вот куда-нибудь. Вот. Вот, все. Во, а вот это вот офигенно, вот это хорошо. Да. Вот он, вайп пошел. Настроилась. Голову чуть-чуть сюда. Классно. Классно. Еще пару сделаю. Так, а стопа вот в эту сторону у нас. Тём, а если вот так? А вот так еще лучше. О! И, да, этой и сюда, и потом сюда куда-нибудь. И вот это вот сюда. Все отлично. Руки там сильно скрылись, лучше на коленку. Не-не-не, вот. Во. Класс. Да. Вот так хорошо. И делаю еще пару. И взгляд вправо. Хочется что-то еще напоследок. Сидя я бы еще сделала. Сидя, подожди, давай я что-нибудь придумаю. Так, если сидя. Чтобы пожестче. Чтобы пожестче было. Да, прям вот так вот рассеялся у сумки такая. Вот так. Там ногу. Сможешь так сесть? Садись. Только и спи с этой. Я тут посижу, чтобы ты могла это. Так, а я уберу этот. Так, сначала поджопку заправляй, чтобы на нее сесть. Ага. Так. Теперь одну ногу. Одну, одну ногу смотри, да, туда выворачиваешь. Так, и как-нибудь ручку. Ну, то есть ты можешь, если нужно, сейчас спереди посмотрю. Нет, там надо разложить этот плащ нормально. А, да, я поняла сейчас. Так, вот. Вот это нам, по идее, нога вообще не нужна. Сюда ты можешь бросить. Да, вот нам нужно только. 18 плюс контент пошло. Да, теперь будем экспериментировать с ручками. Вот так положила. Да, вот очень красиво. Да, и пальцы. Во, вот так, все. И на расслабоне, на полном. И на меня. Отлично, голову чуть-чуть сюда. Хорошо. Хорошо, вот так сиди. Классно. Ничего не меняй. Так, на меня. На меня работаем в кадр. Делаю еще. И раз, и два. И еще пару. И раз, и два. Молодец. Классно, да. Все супер. Пойдем смотреть. Да, пошли смотреть. Да, все. Ну, кайф. Мне очень нравится. Стилек. Ну, кто это такая красивая тут? О, боже. А эти мы не делали. Почему так они... И не надо, да? Я убью тебя сейчас, я клянусь. Это лучший кадр, который тебе могли сделать на территории России. В смысле вот это? Мы же это делали. Ты понимаешь, вот ты, блядь, критиканна. Вот этот кадр... Я сказала, что это самое лучшее, что есть в России. Я искала его пять лет и прерабатываюсь к нему пять лет. Я двадцать лет на мировом рынке. Ты говоришь, классно, а где вот это? Ты пойми, что максимум, что делает твой род в этой жизни, он говорит критику всем. Без разбора, без связки с твоим мозгом. У тебя то, что здесь и здесь вообще не связано. Понимаешь? Вот человек... Нет, дело нам не нужна похвала. Проблема в том, что ты портишь момент себе, всем, понимаешь? Вот его палец тянется к тому, чтобы показать тебе все. И он уже начал это делать. И ты еще даже не дошла до того момента, когда был средний план, уже всем выдала это. А эти? Ну какие эти? Это творческая съемка. Она для того, чтобы получилось два красивых кадра, которые ты... Я тебе это говорю, четвертый день. Сначала в более мягкой форме, постепенно мы движемся в жесткую форму. Понимаешь? Но ты должна использовать момент не для того, чтобы проявить то, что ты постоянно делала. Нет, что ты сейчас усугубляешься. Простите, ну правда, ну извините. Так мы не ради этого, понимаешь? То есть творческий процесс не предполагает никакого результата. Подожди, подожди. Вопросов у меня был очень-очень маленький. Мы закончили съемку? Закончили. Все. Нет, ты спросила. А эти? Потому что мне сказали, что съемка закончена, либо нет. Ну поверь. Ты сейчас очень сильно... Что такое хочу? Это когда нет результата. Понимаешь? Не важно, получился он этот результат. Не получился. Последний кадр уже хороший. И это видно. Его уже можно распечатать к тебе в какой-нибудь лофт. Какая разница есть эти? Нет. Перестань контролировать. В творческих делах нет контроля. Даже если ни одного кадра не получилось, понимаешь? То есть туда нужно зайти. Я сделала себе съемок на 4 года, прежде чем мне понравился свой первый кадр. Зато теперь мне вообще похер. С какого ракурса меня снимают? Кто? Какое освещение? Понимаешь? Вообще в любой ситуации. То есть зона лайфстайла не предполагает никакого контроля. Ты видишь, что здесь люди в драных кофтах выглядят все как стаи абсосов. И все следят за деталями. То есть на тебя была устремлена толпа людей. Они точно не хотели сделать, чтобы там чего-то не хватило. Мы 10 раз все переиграли, потому что мы заинтересованы в тебе. И ты можешь в этот момент никого больше не контролировать, понимаешь? В этом никакого смысла. Любой контроль вызывает боль в творческом процессе. Потому что вот эти все люди, которые в творческих профессиях, они умирают от контроля. Понимаешь? Творческие люди не хотят работать с серьезными людьми, с корпорациями. У меня все корпорации в блоке. Когда твоя корпорация меня позвала работать, первое, что я сделала, я их сблок. Понимаешь? Потому что я ни при каких обстоятельствах, ни за какие деньги не хочу идти вот в эту жесткую структуру. Я провалю сейчас... Перестань что-либо пытаться контролировать. Это здесь не надо, понимаешь? Это вторая часть жизни. Можно больше никого не контролировать. Понимаешь? Можно кого-нибудь пожмякать. Хотел уже. Можно кого-то пожмякать. Твои кадры, средний план были до этого. Тяни свой палец, дорабатывай. Смотрите, какая здесь нежная. Нежная. Очень хорошая. По цвету очень классная тоже. Вот эти, где в бок, мне тоже понравились. Здесь тоже был какой-то один хороший. Я все сделала. Вот этот мне, кстати, тоже понравился. Да, там как раз чуть-чуть попки и отлично. В общем, вот так. Тём, прости меня, пожалуйста. Я надеюсь, что клиентов не будет. Да, все хорошо. Нет, ты пойми, мы привыкли к клиентам. Но ты сейчас не клиент. Я пытаюсь тебе показать, как иначе. И мне нужно тебя ровно в этот момент поймать, прижать к стенке и начать бить по щекам. Потому что ты совершенно деревянная. Я вот делала ставку на тебя, а в итоге, знаешь, я как бы говорю, Катя дальше всех уйдет. Потому что она все понимает с первого раза. И как бы всем интересуется, понимаешь? Вот интересоваться. Не контролировать, а просто интересоваться. И все. И в какой-то момент ты просто прерабатываешься к мягким вот этим каким-то развлечениям. Это развлечение же. Я как человек, который проработал в глянце с 18 лет я работаю в глянце. 21 год, как я работаю в этой индустрии. Я знаю две вещи. Что нет некрасивых людей. Это стопудово. Есть просто плохо выставленный свет. И перед съемкой хорошо бы всем попить кофе. Это сразу сближает. А дальше уже начинается хаос, как пойдет. Нет такого, что мы можем точно сказать, кто говно, заказчик или фотограф. Просто они могут друг к другу не подойти. Вот и все. Ты же знала, нам нужно что-то что-то. Я же не знаю. А как же не знаю? Это не было. А тебе. А тебе. Правда, успеха. Просто думаешь, перезаправить? А что так все было хорошо. И потом опять. Как вчера нашел. Ну, такую радость. А так было все здорово. Просто контролер. Секунду, я всегда хочу и нужно. Слушай, а ты знаешь, я реально понимаю, что я хочу. Я реально понимаю, что я, возможно, не отслеживаю эти моменты, что это нужно. Я не могу. Ну, как, ну, объясни, нет деблайна, нет абсолютно результата, нет ответственности. Ну, я не считала, что это результат. Для меня было важно, чтобы закончились его. И я даже представила бы, могла. Ну, да, может быть, у меня были какие-то ожидания, что, может быть, вот этот кадр, да, там, с руками возле лица. Я сама, получается, построила ожидания, которые не совпали, и все. И я опять... Нет, подожди. Во-первых, мы средний план точно снимали, как бы, ты можешь сказать, ну, давай, Тём, пиши на кадре, давай. То есть ты можешь, ну, как бы, это же... Дай диагону, потом. Это... Предложение. Равное отношение. То есть ты можешь на него так же влиять, как и он на тебя. Но здесь я была в позиции ниже. То есть он наставник, он главный здесь, а я ему причиняюсь и готова выполнять... Так это у тебя влучшено. Понимаешь, ты заходишь в помещение, первое, что ты делаешь, ты анотизируешь. Я тут главное, или я тут не главное. И ты в каждой комнате. Да, и какие главные. У тебя влучшено. Ты в каждой комнате это делаешь. Понимаешь? Вот я всем говорю так. Если что, я не люблю руководить и не люблю подчиняться. Все слышали? Все замечательно. Договорились. Хочешь тебе еще, да, сегодняшний кадр? Я когда Миник так дома записывала, я Настю называла, что она руководила нами, как рисовать, понимаешь? То есть не подсказывала. То есть я даже уже сама поймала, что я ее назвала, что она руководила. А в творчестве нет руководителей. Есть только соучастники. Понимаешь, что соучастники это горизонтальные. И вот это есть оранжевый уровень, когда мы на горизонт уходим. То есть, во-первых, ты можешь говорить то, что думаешь и чувствуешь. Но это не претензия и не требования. Это вопрос или предложение. Поэтому ты такая понимаешь, что ты там что-то хотела сделать. Ты этого не сделала, потому что все время там кто-то подсказывал. Ты такая, Тём, давай еще этого кадра, потому что я без них, короче, не усну. Пошла, сделала, понимаешь? То есть как бы, ну, инициатива какая-то. И то есть это же диалог. Например, я вижу, что мне не нравится что-то. Я ему говорю, Тём, давай, может быть, смотри, вот волосы слились. То есть я ему говорю, да? Не говорю, что меняем фон. Я не буду им руководить. Я ему не говорю, так, Тёма, иди снимай так. Я говорю, смотри, волосы слились. Это тёмное, это тёмное силуэт лица. Он услышала. Он такой смотрит такой в натуре, типа, давай. Мы перешли, всё, всё. Он такой охуенно. Понимаешь, ты соучастие. Когда ты мягко влияешь на какой-то процесс. Ну, представь его стиль, Костышка, скажи, Тём, на чёрном. Серьёзно. Понимаешь? Но он её сразу инсультирует. То есть это же, ну, лайфстайл. Лайфстайл, он как бы там полный хаос. То есть это и есть софты. Софты ты когда-то классно ориентируешься в условиях, которые более в хаосе. То есть вообще никаких правил, ничего. Ты ещё знаешь, я же это абсолютно неоправдание. Я просто рассуждала, что может быть ещё улыб. В стрессных ситуациях, которые, да, происходят. Ну, нереально для меня сейчас стресс. Оно вот как раз выбивается то, что у меня сидит очень глубоко. Там, где я могу это, скажем так, осознавать и тормозить, да, тормозить, это нормально происходит. Как только вот стрессовая ситуация у меня отпускает. То есть предохранительная, значит, правильная. Так это даже сложно назвать стрессовую ситуацию. Ну, это для тебя. Ну, это для тебя. Я стесняюсь спросить, как ты была топом в такой конторе? Прекрасно. Я выдерживаю нагрузку в миллион раз больше, чем ты. Прекрасно правило. А здесь для меня незнакомый стресс от того, что это незнакомо. Ну, так у тебя какой выбор? Или ты до конца жизни дружишься в этих... Так я же поэтому и прибегу. Или ты идёшь в софт. Софт там всегда хочу. Никаких дайвинов, никаких обязательств. Никакого точно описывания. Хаос. Полнейший хаос, понимаешь? И понятно, что сложно перестроиться. Но нужно на этом просто фокусироваться. Видеть эту призму. То есть почему я всё умею в концентрацию закидывать? Потому что когда ты в концентрации, ты сразу видишь, то есть ты можешь, видишь, из тебя же вылетает. Ты даже не отслеживаешь. Я наоборот, я замедленная. Я сначала подумаю. И если нужно, такая включаю. То есть у меня внешнее проявление следует за тем, что я приняла внутри какое-то решение, что-то наблюдала, решила. И такая, и дальше я жил, иду. То есть вот как бы, когда действие идёт вперёд. То есть сначала ты, ты сначала действуешь, а потом уже знаешь, то есть как бы обхон думал. Да, это, ну это нужно просто наблюдать на себе и всё. Ну это даёт какого-то корректность вот эту. То есть мы же не говорим про то, что нужно всё время быть мягким. Нет, можно резко там пробить что-то. Но чтобы ты могла как-то соучаствовать в процессе и управлять им, мне нужно твоё присутствие. И мне нужно, чтобы ты держала всё время где-то фоном, что вот эти три, вот эти три. То есть это всё-таки горизонталь. И вот нам нужно тебя из этой вертикали выученной сейчас как-то положить в горизонталь. По идее нет ничего сложного с первой съёмки подружиться с фотографами. То есть я ко многим притаскиваю Тёму, до начала с первой съёмки, с ними или дальше работать, или дружить. Это очень быстро происходит. Мы же всё-таки очень, ну как бы мы-то все разогретые. Нам-то три секунды за эти вентиляции нужно. Всё уже, давайте там, недовые съёмки, поехали вместе. Не знаю, вот мы сейчас едем, кстати, вместе на Байкал. Он тоже едет? Да, он едет, Алёнка едет. Мы будем снимать Рикуламу Хайдену с хасками, со льдом на Байкале. И ну как бы качественные люди, длительно в таком касании, конечно, их надо найти. Ну представляешь, какую часть моей жизни занимают эти съёмки. Я обожаю производить контент. У меня контент отдел в моей конторе, но у меня. То есть мы всё время с Ларой производим контент. И мы там бюджет выделяем по поездку, везём модель, косметоз. У нас там сложная программа. Конечно, то есть мы тащим с собой украшения, ещё что-то. И это наш лайфстайл в том числе. Ну, то есть мы понятно максимально там хаосом отеляли, каких-то гостей возьмём, собак бездомных. Ну, короче, цыганские там, понимаешь. Но чтобы это было, прямо максимально липко. Съёмка была три года назад. У меня был один руководитель, очень специфичный. Но он всегда в рейтинге был доволен. То есть это его модель достижения от того самого человека. И так как он находится на вашей позиции, он выполняет консульцию. И ему нельзя менять, понимаешь. То есть я, если на сидятелю вожусь, если вот эта модель для моего какого-то понимания жизни, то, что я сезонировала, дало результат реализации, то, понимаешь, мне все начало от этого. Оторваться — это отпустить и представить даже для себя, что это может быть по-другому. И вот сейчас то, что происходит, это как раз для меня сигнал к тому, что вот так вот может быть по-другому. Но это... Так, понимаешь, я хотела взять более зрелый героинь, потому что меня заебало вас пиздить. Я же каждую героиню пизжу, понимаешь. Меня все считают тираном, абьюзером и газлайтером. Мы же это слушаем. Давай, понимаем. Давай, знаешь. Мы на всю страну говорим и тебе благодарность огромную. Я же сказала, что я умею. Это нужно повышать голос или проявлять насилие. Да потому что это же... Когда говоришь тихо, это вообще мило проезжает. что я не оранжевая. Я же тебе это точно говорила. Что у меня синяя... Как я говорю? Какие я слова использую? Я что, это отрицала? Я не заявляла об этом. Обучаешься софтам 5 лет. А без работы я всего лишь 2 года. За минусом всего того, что у меня было в жизни. 730 дней. 730. 730 дней. 2 года. У меня экзистенциальный... Мне кажется, люди просто по-хорошему не понимают. Ну, типа, мне придется совершать и дальше над ними насилие. Я не знаю, что себе делать. То есть сначала приходится ямку выкопать, чтобы туда положить что-то? Ну, ты знаешь, может быть, форма. Я не знаю, работает ли другая подача, если бы просто посидели, поговорили об этом. Оль, ты что творишь? Ну, смотри, ну зачем? Ты тоже действуешь это в моменте. Понимаешь, я же знаю, в какой интонации, сколько раз я делаю заход. Вот первые 2,5 дня была вот эта мягкая интонация, ожидание, когда ты размятнешь, когда ты, ну, как бы, да, мягко войдешь. Все, и в конце 3-го вечера я уже начинаю применять насилие, потому что я понимаю, что ты не начнешь. Понимаешь? Значит, да. Но мне девочки вчера в магазине плакали. Какие? Ну, в пиф-пафе. К ним не заходят такие люди как-то. То есть для них это травматичный опыт. Понимаешь, в Питере никто не общается в такой интонации, что я вам ставлю задачу, а вы идите, сделайте. То есть в Питере в пиф-паф все заходят. Девчонки, здорово, давайте лимонаду. И это. наряжаться, понимаешь? То есть здесь вот так вот все заходят. Слушай, ну а как без обратной связи? Если я этого не вижу, как? Я могу сказать, что я даже не могу представить, что я ей поставила задачу. Вот я даже не могу это представить, что это так. Если без обратной связи, это же невозможно понять. Ну, почему? Ну, как бы я знаю, что я там распиздяйка, матерюсь, грубую. Ну, а я знаю, что я живу с ней. А я знаю, что я... Ну, так ведь уже можно в Питере управлять. То есть я включаю свою гопа-бабу с Урала только когда мне нужно. Остальное время она в спящем режиме. Как бы, но тем не менее, она всегда, если что, это тоже совместная. Это моя сержава. Чтоб людей не пугать. Выпустили. Так, все. Привет, дневник. Сегодня один из самых прекрасных моментов в реалити для меня. Я сегодня в своей атмосфере, в своей тарелке, скажем так. Мне максимально комфортно, потому что сегодня у меня фотосессия. Я обожаю работать на камеру. Я обожаю работать с фотографами. Я обожаю себя видеть на фотографиях. Вот весь этот процесс съемки, творчество, когда ты делаешь разные классные образы, начиная с того, что сама Рада Русских меня сегодня накрасила, сделала мне мейк. Ух! Меня переполняют эмоции. Я хочу, чтобы этот момент продлился как можно дольше. Знаете, есть такое выражение? Я беру эту реальность с собой. Я хочу зафиксировать эту реальность, которая сейчас со мной происходит, забрать ее с собой. А лучше себя погрузить в эту реальность, и чтобы она стала моей. Я, наверное, очень буду скучать, когда закончится реалити, потому что на протяжении всех этих съемочных дней я проживаю лучшие моменты своей жизни. Я, конечно, буду искать способы и дальше находить варианты, как это все привлекать в мою жизнь. Нет слов. Я сейчас начну плакать, потому что как будто бы я уже прощаюсь, но у нас впереди еще съемки. Мне понравилось все. Мне понравилась команда, с которой я работала, которая работала со мной. Рада, Оля, просто великолепные. Олина мастерство просто на высшем уровне, до такого мастерства я не знаю, сколько нужно работать, сколько нужно идти, чтобы достичь ее высочайшего уровня профессионализма. Она за секунду включается, в ней столько энергии, бесконечное восхищение. Бесконечное восхищение Радой, ее теплотой, ее энергией, которая охватывает весь мир, мне кажется, мирового масштаба человек и ее сердце мирового масштаба. Я работала с многими командами в разных проектах, но здесь мне настолько с ними комфортно. Все ребята такие классные, такие открытые, такие принимающие, огромные профессионалы. В общем, ребята, я вас полюбила, мое сердце навсегда с вами. Я считаю, что у нас получился классный проект и классный сезон. Люблю вас. Алена, Таня, все администраторы, все, кто помогал, редактор Алена, просто я буду по вас скучать. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»